1 декабря весь мир отметил день борьбы с ВИЧ-инфекцией. Девиз этого дня в 2015 году – «Стремление к нулю». Что это значит и какова ситуация в нашем городе с одной из самых страшнейших инфекций, нашей съемочной группе рассказала доверенный врач по работе с ВИЧ-инфицированными пациентами Ольга Милосердова. «Стремление к нулю – это ноль новых заражений, ноль смертей и ноль дискриминации. Эта формула состоит из нескольких пунктов. Каждый человек должен быть верен своему партнеру и внимательно следить за инструментами, которые используются во время медицинских процедур. 90% людей должны быть обследованы на ВИЧ. Пациенты, знающие о своем положительном ВИЧ-статусе, должны начать лечение. Специалисты должны делать все необходимое, чтобы предотвратить инфицирование новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных женщин. В молодежной среде должна проводиться профилактика ВИЧ. А все общество в целом должно относиться к инфицированным людям лояльно. И понимать, что в быту вирус иммунодефицита человека не передается. Пока все эти пункты не выполнены, количество ВИЧ-инфицированных продолжает увеличиваться. Но не исключением в этом плане является и Тамбовская область. Число больных ВИЧ-инфекцией на октябре этого года составило 1600 человек. В этом году впервые зарегистрировано 129 случаев ВИЧ-инфекции. И почти половина людей из вновь инфицированных заразились за пределами Тамбовской области. То есть экономическая ситуация вынуждает людей работать в других регионах. То есть семья находится не рядом, поэтому порой имеются случайные связи. И в основном происходит инфицирование половым путем. В Рассказово на настоящий момент зарегистрировано 40 ВИЧ-инфицированных пациентов. В этом году выявлено максимальное число больных – 4. И рожден один ребенок от ВИЧ-инфицированной женщины. Почти половина зараженных проходит интенсивную терапию.